Знакомство с Бобруйском у господина посла началось с делового диалога с председателем госполкома. Экономические, дипломатические, культурные и спортивные Александр Студнев и Дидье Конес обсудили различные перспективы сотрудничества. В частности, были намечены сферы, в которых у партнеров есть взаимовыгодный характер. Стоит отметить, частный бизнес, развитию которого в городе уделяется огромное внимание и поддержка, уже давний игрок на рынке Европейской Республики. Дипломат впервые прибыл в наш регион, чтобы лично убедиться в потенциале двухсторонних отношений. Одной из главных тем переговоров стало развитие изучения французского в учреждениях образования города. Ведь когда отсутствует лингвистический барьер между партнерами, тогда легче выстраивать дипломатические и экономические связи. Первая остановка визита стала 34-я школа. Господин посол лично прошелся по кабинетам, спортивным залам и не только. Не обошел стороной и урок родного языка. А ученики, в свою очередь, не отпустили гостя без подарка. На памяти нашей школе, чтобы были у нас, да. Следующая на очереди гимназия номер один. Здесь французский изучают с третьего класса. Высокий уровень владения позволил ученикам на языке Жюль Верна и Александра Дюма рассказать об истории города и народных обычаях. Конечно, это неповторимый опыт. Приезд посла свидетельствует о том, что происходит кооперация международная и эти связи очень важны, считаю, для изучения французского языка. Опять же, новый опыт в общении, в изучении этого языка. Мне очень понравилось. Самые лучшие впечатления. Я очень рада. И прям такой адреналин, можно сказать. Плюсы о встрече смогли получить и преподаватели французского языка со всего города. Учителя обсудили с дипломатом различия между системой образования Франции и Белоруссии. Для нашей гимназии достаточно уникальное событие. Сегодня мы встречались с послом Франции в Белоруссии, месье Дидея Конесом. Мы пытались показать, насколько наши дети свободно говорят по-французски, насколько они креативны, насколько они результативны. Конечная точка визите господина посла – Бобруйск-Агромаш. Знакомца с производством и продукцией холдинга. Дидея Конес по горячим следам поделился с нашей съемочной группой впечатлениями от своего первого, но, как утверждает сам дипломат, далеко не последнего визита. У меня очень хорошие впечатления от визита и, в частности, от гимназиума номер один. Я смог убедиться, что там, во-первых, очень хорошая команда преподавателей и что дети родят французским языком на очень хорошем уровне. Если подвести итог, пусть и недолгого, но весьма плодотворного визита господина посла в наш город, стоит сказать – фундамент для взаимовыгодного сотрудничества заложен. Остается только грамотно и поэтапно развивать диалог между странами. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели.